Этот продукт практически ежедневно использует каждая семья. На нем жарят, его добавляют в салаты. И мало кто задумывается над тем, как его производят. Знают из чего, но сам процесс знаком, пожалуй, только профессионалам. На примере одного из крупнейших предприятий края, Дива Алтая, мы расскажем и покажем, какой труд стоит за производством, казалось бы, обычного растительного масла. А началось все в 90-х прошлого века. Тогда действительно был дефицит в растительном масле. Ну и какое масло было там, бутылка, половина осадка. Ну и мы потихоньку начали заниматься именно направлением по растительному маслу. Сейчас мы считаем, что мы, в принципе, знаем процентов на 80 это производство. Все начинается вот с таких семечек. Их привозят на предприятия, потом они поступают в лабораторию, здесь оценивают их качество. И только после всего отправляют на производство. Чтобы масло получилось качественным, обычная семечка сначала должна пройти специальный лабораторный контроль. В этом красивом и светлом помещении образцы перемалывают, и современное оборудование выдает показатели. Бывает по ссору не проходит семечка, по влаге бывает. Да, сейчас в сезон сбора урожая, влажность бывает высокая довольно часто, подсолнечник обходящего. Сырость и влага также влияют на масляничность семечек. Этот показатель при производстве очень важен. Ну а если все в порядке, семечки отправляются на хранение. Только на этом складе сейчас находится 2000 тонн сырья. Машины его перевозят в цех прессования. Если по-простому говорить, то это сердце предприятия. Настолько правильно будет подготовлено сырье, то есть это продукт, из которого получается наша продукция растительного масла. Насколько грамотно мы пропустим термообработку, сделаем, это зависит от того, насколько сработает эффективное прессовое хозяйство. Потому что самое главное приготовить мятку, как мы ее называем, в жаровне прожарить, чтобы уже пошло масловыделение, и чтобы пресс при минимальной нагрузке выдал как можно больше выхода. На сегодняшний день у нас составляет средний выход по предприятию 43%. Цех прессования самый жаркий. И здесь стоит запах даже не семечек, пожалуй, халвы. Хотя, может, кто-то и поспорит. Ну а дальше сырье необходимо очистить. В дело вступают специалисты цеха рафинации. Правда, вступают громко сказано, ведь практически весь процесс автоматизирован. Следит за ним пара человек. Сырое масло попадает к нам, получается, в цех. Мы его заливаем, обрабатываем, перерабатываем, отбеливаем, дезодорируем. И потом отправляем потребителя на полку. Анатолий, рассказывая, уложился в 10 секунд. Но вообще процесс очистки идет сутками. Только за одни здесь очищают и дезодорируют 100-120 тонн нерафинированного масла. Цех дезодорации по соседству. Кстати, после этого процесса ароматные вещества из продукта практически удаляются. А срок хранения масла увеличивается. Конечный продукт у нас должен быть обезличен. То есть не имеет ни запаха, ни вкуса. Ну и минимальный цвет тоже должен быть светлый. Качество масла проверено. Добро пожаловать в цех фасовки. Пожалуй, только здесь. Настолько многолюдно. Работа кипит. Масло поступает из цеха рафинации, дезодорации, по трубам, по трубопроводу, под землей. Качает два насоса. Из того цеха я принимаю своим насосом. Масло из основных емкостей, то есть уже в зависимости от заявок, поступает. Емкости промежуточные у меня в цеху две. Одно не рафинировано, а другое дезодорация. И из них уже по линиям поступает. А это уже готовый продукт. Масло, которое получилось из тех самых семечек. Вот видите, здесь небольшие пузырьки. Это добавляется азот, чтобы бутылка при перевозке не деформировалась. И масло поступило к потребителю в идеальном состоянии. Между прочим, на этом крупном предприятии практически безотходное производство. Раньше шелуху от семечки сжигали, теперь ее используют в новой современной котельной, которая обслуживает все производственные цеха и административные здания. Кстати, кроме масла предприятие реализует жмых. Его приобретают на корм птицефабрики Новосибирской, Кемеровской областей. Ну а масло поступает в крупные торговые сети нашего края, наших соседей и за границу. Для нас семечка – это, ну так скажем, наверное, основное, потому что это основное наше сырье. И мы очень благодарны селянам, которые выращивают для нас это сырье. Но если совсем глубоко посмотреть на этот продукт, который готовят сегодня селяне, вот сельхозпроизводители, то в дальнейшем, если все-таки постараться сделать более глубокую переработку, чтобы получить высокую маржинальность, тем самым как бы поспособствовать еще большему получению маржинальности на селе, то я думаю, что мы на правильном пути.